Всем привет ребята, с вами снова я Хик и в сегодняшнем видеоролике мы с вами посмотрим немного иной финал всеми нашей любимой игре GTA San Andreas. Все мы прекрасно знаем, что в конце концов Big Smoke все-таки скончался, Tempani также скончался, Карл Джонсон вышел победителем. А что если бы в той самой схватке, в особняке, этот самый канон, где СиДжей убивает Биг Смоука, на месте Биг Смоука оказался бы СиДжей, собственно говоря. Как бы действовал Tempani, как бы действовал сам Смоук, что бы было дальше, мы сегодня в видеоролике с вами об этом и узнаем. Ну а перед этим, ребята, все те, кто играет в GTA San Andreas мультиплеер, заходите ко мне на Arizona RedRock, все ссылочки и IP адрес там есть в описании. При регистрации вводите мой ник Дэнни Хикс, а также при достижении 6 левела вводите мой промокод HIKFAM, который дает вам денежные игровые бонусы. Очень здоровский промокодик, все его вводим, если хотите поиграть. Ну а мы с вами потихонечку приступаем к этой замечательной альтернативе в GTA San Andreas в финалочке. Итак, разговор с СиДжей, а СиДжей начинает меня стрелять, сразу же финал приобретает совершенно другой характер. Мы теперь за сторону, так скажем, зла, большего зла, чем сам СиДжей, разумеется. Тридят о том, что, ну типа, somebody save my smoke. Так, убейте СиДжея, теперь у нас здоровье СиДжея появилось. Мы теперь за Смоука. Не знаю, главное, чтобы он сейчас нас не грохнул. У Смоука, блин, не прокачивали скиллы вообще никак. Ну ничего, страшного, думаю. Ну, допустим, если бы мы играли за Смоука на протяжении всей игры GTA San Andreas, что бы было тогда? И главным бы антагонистом непосредственно был бы сам Карл Джонсон. Я вот так вот заблочил его. Дадим ему немножко перемещения, посмотрим, что он может делать. Он стоит тупо на месте, пытается нас убить, но ничего не получается, как видим. Карл Джонсон присел, решил, ну, сдаюсь, ладно, Смоук твоя взяла. Ну нет, на самом деле, видите, он все-таки еще готов сражаться. Ну все, Карл Джонсон, давай. Rest in peace. Смоук такой, типа, говорит, видишь, мне, типа, на все наплевать. Нет пощады слабакам, как вы. Типа, кашляет. Эээ, какого хрена с тобой случилось? Блин, ты был крутой чувак. А Смоук такой, вы думали, я бы мог достичь это с вами, типа, катаясь в игру for life всю свою жизнь? Ты и твои дружки сами навлекли на себя это дерьмо, и я вообще ни капельки не жалею, мол, об этом. Так, идет Эмпенни. О да, походу, твоему дружку Смоук уплевать на тебя, Карл. Как поживаешь, толстяк? Ничего себе. Оу, щет. Ну, это было очевидно, что, на самом деле, Эмпенни тоже хочет все к себе прибрать. Очевидно. Ну, я типа, хотел попрощаться, и отложить тебе все ваши денег. Теперь вы Эмпенни будем сейчас убивать, что ли, еще? А Смоук такой, типа, чего ты взял вообще нафиг, ты, одинокий засранец. А Эмпенни такой говорит, а кто сказал, что я одинок? У меня есть пара новичков снаружи, но мне бы не помешала помощь твоя, знаешь ли. Отдай мне бабосики, и я сниму с тебя все обвинения. А дым такой, пошел ты нафиг, к черту, вонющее обещание твои, засунь себе в задницу. Меня тошнит от твоего дерьма. Ну, Эмпенни, тогда ты сдохнешь, Смоук. Оу, щет. Эмпенни. Пошел нафиг, Эмпенни. У него еще и спас. Нихрена себе. Ну, так и должно по канону, конечно. What? В смысле? Я же... Эй, альтернативный вариант развития событий. Камон, я же убил тебя! Ха, закончил с патроном Эмпенни. И он сматывается. Ну, как всегда, как обычно, по канону. Так же закладывает динамит, собственно, как и в оригинальной игре. То есть, если бы Карл Джонсон погиб, то... А, у него еще и под... Ну, конечно, подсобные есть лица. Of course. Типа, не дайте ему сбежать, нафиг, говорит. Конечно! Блин, Эмпенни это подлая скотина, оказывается, с всех сторон. Блин, надо сбежать. У нас есть время, ребята. Всего 7 минут. Ну, в принципе, блин, по сути, альтернативная концовка. Вот, просто убитый Карл Джонсон. На месте Карла Джонсона мог бы лежать у Смоук. То есть, ну... И мы все делаем то же самое, абсолютно, как и за Карла Джонсона. Нам нужно сбежать как раз-таки из этого особняка. Но, вместо бандосов Смоука, на пути нам встречаются, разумеется, шестерки Эмпенни. Причем, на протяжении всего пути, как я понимаю. То есть, в принципе, то же самое, но... Альтернатива простая. Вместо бандосов полицейские, потому что, в принципе, Эмпенни остался. Да, даже, походу, все спавны одинаковые, ребят. Да, я до сих пор помню, как все эти бандосы стоят в финальной миссии. И здесь то же самое. Здесь они так же стоят, сейчас, наверное, появятся, да. Оу, щет, сори. Прокачал скилл на изи. Оп. Ну, по канончику я не смог сделать иначе. Но, единственное оно... А, погоди, даже здесь. Пытается все-таки Смоук выбраться из всего этого ада. Не так горит, конечно, как и в оригинальной игре. Ну, альтернативная концовка не особо чертовски похожа на то, что должна была быть. Очевидно, это же, потому что альтернативная все-таки концовка не такая, как и должна быть. Биг Смоук выбирается из своего же особняка, который горит. На этот раз Темпенни пожалел взрывчатку С4 и загорелся только верхний этаж. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, потому что есть у нас такие вот ребятки, которые хочешь не хочешь, но будут защищать мистера Темпенни. Офигеть, сколько у него, оказывается, было работников-то. Это не просто какой-то один чувак, это очень приличное количество людей, которые за него все-таки были. Оп. Сори, офицеры, но я все-таки добьюсь своего и убью Темпенни уж до конца. Хотя, мне не знаю, мне казалось, что я все-таки его и убил тогда, но как-то, видимо, сюжетчик немножко не так повернулся. Ммм, сват-танг. Окей. Все они стоят здесь. Абсолютно так же, как те бандосы. Так, и что же будет дальше? Так, Смок выходит. Так же эпичненько, как Карл Джонсон. В своем, так сказать, финале. Но нет, это финал Биг Смока, ребята. И Карла Джонсона как бы нет. Особняк Биг Смока, разумеется, взрывается. Но, дальше-то что? Темпенни садится так же на пожарку. Удирает. О, Свит живой? Да ну нафиг. А, ну да, точно, так же есть. А Смок, разумеется, это не нравится. Он просто взрывает Темпенни? Серьезно? Свит, Смоу кричит. Неужели сейчас надо будет убить Свита? Да ну нафиг, не верю. What's up, Свит? Что произошло, типа СиДжей? Мать его. А, я то же самое сделаю и с тобой, приятель. Скажи адьос. Да ладно, не верю. Убейте Свита? Серьез ли? А у него этот... Дигл? Ничего себе, какой, блин, альтернативная концовочка какая, ребят. Не, в принципе, подозревал, что Смоук в итоге убьет всех. Вот так вот, чувак, я выиграл. Я управляю этим городом, а не ты. Капец. Это задница полная. Пошло все нафиг, СиДжей, ты, Темпенни и все, что связано с вами. И просто уезжает. Разобрался с братьями Джонсонов, да и вообще семью игрух. Ну что ж, ребят, вот так заканчивается ГТА с Андрейс, если вдруг Биг Смоук окажется на вершине всего Олимпа. В принципе, ничего необычного, просто смертей в два раза больше. Пострадал сам Карл Джонсон и его братишка Свит. А также Темпенни особо далеко не уезжал, как мы выяснили. Я надеюсь, вам было интересно. Да, это был Диамой. Очень интересно, на мой взгляд, альтернатива для сюжетки ГТА с Андрейс. И надеюсь, он вам понравился. Если это так, то не забудьте поддержать ролик лайком, написать комментарий, что вы по этому поводу думаете. А также подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Нас еще очень много ждет интересных, крутых видеороликов. А с вами был Хик. Смотрите другие видео по теме. Только что на экране появились. А я с вами прощаюсь и всем пока-пока.